Слишком короткие – плохо, и слишком длинные – тоже плохо. А какая длина волос у тебя? Смотри в нашем новом видео проблемы коротких и длинных волос. За рулем ты – богиня. Одна проблемка. Любимый автомобиль не хочет отпускать тебя. Ауч, волосы! И так всегда. Хочешь сделать классную прическу с короткими волосами – у тебя небольшой выбор. Зачесать налево? Зачесать направо? Или зачесать вперед? Да уж. Проблема коротких волос зимой. Под шапкой кажется, что у тебя вообще нет волос. Не хочу выглядеть лысой. Пойду без шапки, но с волосами. Хочешь нормально поесть? Придется усмирить свои длинные волосы. Свитер на голову – отличное и быстрое решение ситуации. Волосы не будут тебе мешать, и ты не заляпаешь свитер соусом. Можешь есть спокойно. Но после еды придется снова расчесываться. Волосы в свитере устроили маленькую революцию. Проблема с челкой. Она всегда лезет в глаза. И как тут накрасить ресницы? Челка, подвинься. Вместе с ресницами заодно прокрашу кончики волос. Волосы лезут прямо в лицо. Вообще не проблема. Завяжи хвост резинкой. Но вот найти резинку – это уже проблема. Где я только не искала. За подушкой? Под кроватью? На полке. И даже фу, здесь тоже нет. Единственное место, где я не посмотрела – мое запястье. Ну, конечно. Она все время была здесь. Ты мастер укладок на коротких волосах? Расскажи об этом своей расческе. Опять? И почему это случается со мной? Пришло время расчесать волосы, Рапунцель. Одной тебе не справится. Придется звать на помощь подружек. Команда красоты борется за расчески. Пряди тянутся повсюду. Боже, сколько у тебя волос. Пару часов – и все готово. Ну и работа. После такой процедуры нам нужен день спа-релакс. Чего ждать от коротких волос после синтетики? Снимай свитер смелее. Волосы уже готовы устроить электровечеринку. Ю-ху! Каждый раз одно и то же. Мешают волосы. Хорошо, что резинка всегда под рукой. Это очень удобно. Единственный минус. Когда решишь снять резинку, часть хвоста уйдет вместе с ней. Сколько волос, мамочки. Я останусь лысой. Вот так. Аккуратно. Чтобы не испортить прическу. Отлично. О нет, волосы все равно примялись. Это все бессмысленно. Отдыхаешь? Ну вот, ты снова наступила на свои волосы. Девочки, оцените мою новую короткую стрижку. Как вам? Бедняжка, что случилось? Тебе нужен был радикальный шаг? Жизненная драма? Бросил парень? Вот, выпей зеленый чай и успокойся. Да нет же, я сама захотела. Ничего, скоро отрастет. С длинными волосами было намного лучше. Псс, подружка, не переживай. Это нормальная реакция. Они привыкнут. Тебе очень идет. Проблема длинных волос? Пока их расчешешь, у тебя устанут руки. Эта процедура заменяет силовую тренировку. Мои руки сейчас отвалятся. Нужно сильнее качаться в зале. О, наконец-то. Я отлично выспалась. Мне снился сон про Росомаху. Неудивительно. Мои короткие волосы опять примялись после сна в прическу супергероя. Ну, надо же. Проблема длинных волос. Они всегда хотят попробовать твое мороженое. Как только ты отвлечешься, они тут же лезут в сладкое. Они тоже обожают ванильный пломбир. Помнишь, как это было? О, да. Вот бы вернуться в то время. Как они развивались на ветру. И можно было делать разные укладки. Может, начнем снова отращивать волосы? Надо подумать. Это было так красиво. Проблема длинных волос. Их можно найти в самых необычных местах. Фу, я не хочу нюхать твои старые волосы. Упс, неловко получилось. Волосатые наушники – это что-то новенькое. Волосы только и ждут, когда ты их уберешь с каминной полки. Волосы в раковине – это уже классика. Представляешь себя звездой? Блеск на губах, длинные волосы развивает ветер, и ты зажигаешь на сцене. Волосы опять прилипли к блеску. На этом моя карьера звезды и закончилась. Мои длинные волосы просто прилегли отдохнуть во время беседы. Но кто-то обязательно на них сядет. Ай, подвинься. Волосы теперь вы в безопасности. А нет, подвинься, Рози. Твои волосы занимают слишком много места. Надеть парик у людей с короткими волосами занимает пару минут. Раз – и меня не узнать. А мне идет этот цвет. Другое дело – длинные волосы Рози. Они борются с сеточкой до последнего. Так, надеваем. Подвинься. Челка сидеть! Кажется, у меня из парика торчит чужой. Высушить короткие волосы очень легко и быстро. Просто заверни их в полотенце. Какая стильная чалма! С длинными волосами придется повозиться подольше. Полотенца явно недостаточно. Подсушу волосы феном пять минут. Моя стильная укладка готова. Подсушу длинные волосы феном. Прошло три часа. На уровень влажности все еще слишком высок. После тщательного расчесывания у меня на щетке ни одной волосинки. А у меня на расческе снова пострадавшие. Они не выдержали процедуру. Настал ледниковый период. Я просто замотаюсь волосами, как шарфом. Никто не согреет меня лучше, чем мои волосы. Понравились наши скетчи про волосы? Тогда пиши в комментариях, с какими проблемами ты сталкиваешься. Слишком короткими или слишком длинными? И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые забавные проблемы девочек на канале Трум Трум.